Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Сергея Пьянкова и Дениса Печкалёва. Мы колесим по пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Cherry M11 от компании Демидыч, что на Ким 75. Недавно в нашем городе был снова замечен лось. На этот раз не на центральных улицах и не в детском саду. Один из наших телезрителей Дмитрий Сутарихин увидел Сахатова в небе. Ну, конечно же, речь идет об облаке в виде лося. Оно-то и становится кадром сегодняшнего дня. На улице Крупской, на участке от цирка до площади Дружбы, уложен новый асфальт. И разметка сделана, соответственно, тоже новая. А вот с проблемой, которая здесь существует, мы уже сталкивались. Это когда ступаешь на зебру, идешь себе, идешь и все. Дальше идти некуда. На пути металлическое ограждение. Народ у нас находчивый, не растерялся. Проложил тропиночку неподалеку, через газон. Так что теперь на улице Крупской и дорога есть, и разметка есть, и ограждение есть. Вот только части газона нет. Знакомая нам контейнерная площадка, расположенная неподалеку от дома номер 3 по улице Революции. Еще совсем недавно и местные жители, и дежурные по городу преодолевали этот участок дороги вот так. Кроме того, причиной беспокойства была стихийная свалка, которая образовалась рядом с упавшим деревом. Дерево с дороги убрали довольно-таки быстро, но распиленные ветки и ствол почему-то сложили здесь же, на свалке. Получается, что коммунальщики одну проблему решили, а другую, можно сказать, усугубили. И месяца не прошло с того момента, как мы, образно говоря, хлопали в ладоши, радуясь тому, что удалось наконец-то решить проблему с утечкой сточных вод по адресу Макаренко-2. И что вы думаете? Приезжаем сюда сегодня и испытываем настоящий приступ дежавю. Все те же самые канализационные реки с жутким запахом бегут по направлению к реке Ива. Ах да, небольшая разница с прошлой ситуацией все же есть. Все это добро теперь выплескивается из другого колодца. А сейчас пришло время назвать имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели. На этот раз им становится Евгения Тимофеева, которая на прошлой неделе просто-напросто засыпала нашу почту всевозможными фотографиями. Среди них было и фото дерева с поцелуйчиком. За свою активность и хороший кадр дня Евгения получает в подарок сертификат на 1500 рублей от супермаркета Евроспорт. Свой подарок вы можете забрать в одном из магазинов Евроспорт, который расположен по адресу шоссе Космонавтов 65. А наш конкурс тем временем продолжается. Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 267. Мы же на этом прощаемся. Встречайте завтра Игоря Гиндиса и ни в коем случае не унывайте. Удачи и до скорой встречи.